Девушки отдыхают Историки писали о событиях и людях конца XVIII века. Американская и французская революции открыли эру чистолюбцев. Но среди десятков знаменитых монархов и министров, генералов и революционеров не было равных двум вершителям судеб человечества. Российскому императору Александру I и императору французов Наполеону. Грандиозная дуэль этих политических гигантов наложила печать на всю историю XIX столетия. К 20 ноября 1805 года Наполеон сосредоточил в районе небольшого чешского городка Аустерлиц, находящегося недалеко от крепости Брюн, Брно, около 50 тысяч человек. На левом фланге располагался армейский корпус маршала Ланна. По центру корпуса маршала Бернадотта и резервная кавалерия маршала Мюрата, прикрываемой императорской гвардией, правее сосредоточился армейский корпус маршала Сульта. Накануне сражения к Великой армии, к ее правому флангу, присоединился корпус маршала Даву, и численность войск Наполеона достигла 73 тысяч человек. Сам Наполеон находился позади своей гвардии. У русско-австрийской армии под командованием Михаила Илларионча Кутузова, противостоящей Наполеону, было около 86 тысяч человек, которые были распределены на несколько боевых колонн. На правом фланге располагалась колонна под командованием генерала Багратиона. В центре позиции на працанских высотах размещалась колонна генерала Калаврата, поддерживаемая войсками австрийского фельдмаршала-лейтенанта Лихтенштейна, позади которых расположилась колонна гвардии. Между колоннами Калаврата и гвардии находились императоры Александр I и Франц I со своими свитами. На левом фланге русско-австрийских войск корпусу маршала Даву противостояли четыре колонны под началом австрийского фельдмаршала-лейтенанта Конмайера, генералов Доктурова, Лонжерона, Пржебышевского. Общее руководство этими колоннами осуществлял генерал Буксгевден. Кутузов предлагал Александру I не спешить с наступлением, чтобы дать время подойти новым резервам и обеспечить подавляющее превосходство в силах, но неопытный в военном искусстве император приказал наступать. План наступления разработал австрийский генерал-майор фон Вейротер, который оценивал силы Наполеона всего в 30-40 тысяч человек и поэтому предполагал, что император ограничится пассивной обороной. Согласно диспозиции, основная часть русско-австрийской армии должна была обойти правый фланг войск Наполеона и отрезать им путь отступления на Вену. Наполеон отвел основные силы за Базиницкий ручей, создавая у союзного командования впечатление, что он стремится избежать решительного боя. В 7 часов утра 2 декабря колонны русско-австрийской армии двинулись в наступление. Колонна генерала Багратиона при поддержке кавалерии фельдмаршал-лейтенанта Лихтенштейна, всего около 17,5 тысяч человек, наступала в направлении Брюн. Колонны генералов Прижебышевского, Лонжерона и Дохтурова при поддержке отряда Кинмайера, всего около 42 тысяч человек, под общим командованием генерала Бузгевдена, должны были совершить обходный маневр и охватить правый фланг Наполеона. Около 9 часов утра русско-австрийские войска захватили с боем деревню Тельниц, а около 11 утра деревню Сокольниц. Лево-фланговые колонны союзников увязли в бою с частями корпуса маршала Давыда. Как только колонна Калаврата спустилась с працанских высот, Наполеон атаковал ее силами корпуса маршала Сульта, который фактически разгромил ее. Разделавшись с центром союзной армии, Наполеон атаковал тылы наступающих на позиции Даву-колонн Буксгевдена. Колонна Пржебышевского была разгромлена и частично капитулирована. Остатки войск Буксгевдена были оттеснены к озеру Зачам. Русские и австрийцы пытались перейти озеро по льду, но его слой оказался слишком тонок и около 2000 человек погибли. Пока шли бои в центре и на левом фланге русско-австрийской армии, корпус маршала Ланна и резервная кавалерия Нурата вынудили отступить отряд Багратиона. Всего под Аустролицем союзники потеряли около 27 тысяч человек убитыми, а великая армия около 12 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Битва под Прейсиш-Эйлау, состоявшаяся 27 января 1807 года, была одним из самых кровопролитных сражений эпохи Наполеоновских войн. Накануне этой битвы главнокомандующий русско-прусскими войсками генерал от кавалерии Леонти Леонть Бениксон вынужден был начать поспешный отход, так как Наполеон стремился отрезать его от сообщений с Россией. Отступательный марш-маневр закончился близ небольшого городка Прейсиш-Эйлау. Предстояла решительная схватка. Накануне сражения французам удалось захватить Прейсиш-Эйлау. Армия Бениксена немного отступила от города и заняла позиции между деревнями Шподетеном и Серполеном, прикрывая дороги, ведущие в Россию и в Кенисберг, где находился двор прусского короля Фридриха Вильгельма III. Правый фланг под командованием генерал-лейтенанта Тучкова состоял из 5-й и 7-й пехотных дивизий. Центр под началом генерал-лейтенанта Остен Сакина состоял из 8-й и 3-й пехотных дивизий. Левый фланг состоял из 2-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Остермана Толстого. В резерве располагались 4-я и 14-я пехотные дивизии и кавалерия генерал-лейтенанта Голицына. Артиллерия была разделена на три больших батареи. 60 орудий на правом фланге, 70 в центре и 40 на левом фланге. В резерве находилось несколько конно-артиллерийских рот. Накануне сражения Бениксан приказал корпусу прусского генерала Лестака присоединиться к главным силам. С учетом этого корпуса общая численность русско-прусской армии должна была составлять около 72 тысяч человек. Утром 27 января 1807 года с первыми орудийными выстрелами Наполеон начал разворачивать свою армию в боевой порядок. Четвертый армейский корпус маршала Сульт, составлявший левый фланг, строился северний Эйлау и вдоль окраины города. Центр заняла императорская гвардия, которой примыкал седьмой армейский корпус, за боевыми порядками которой расположилась резервная кавалерия Мюрата. Третий армейский корпус Даву, прибытие которого Наполеон ожидал с минуты на минуту, должен был обойти левый фланг русско-прусской армии. Удар корпуса Ажеро по центру русских, по замыслу императора, предназначался для того, чтобы Бениксен бросил большую часть своих резервов на отражение этого удара. Между восьмью и девятью часами утра, напротив деревни Серполен, начал разворачивать свои полки третий армейский корпус, подошедший к полю битвы. Чтобы дать возможность маршалу Даву завершить необходимые маневры, Наполеон двинул вперед колонны корпуса Ажеро. Небо то прояснялось, то затягивалось тучами, изредка начинался снегопад, не позволявший видеть далее 50-100 шагов. Бениксен пошел на тактическую хитрость, разместив пушки на позициях перед самым рассветом, и французы не успели определить расположение вражеских батарей. Когда батальоны 7-го армейского корпуса, укрытые пеленой метели, приблизились к боевым порядкам русских, они внезапно очутились под кортечными выстрелами пушечной батареи. Страшный кортечный огонь расстроил густые колонны французской пехоты. Когда канонада смолкла, центр русской армии бросился в штыковую контратаку, буквально сметя остатки 7-го корпуса с поля сражения. В это же время была отражена атака Даву на Серполен. Чтобы спасти положение, Наполеон около 10 часов утра приказал резервной кавалерии маршала Мюрата, подкрепленной гвардейской кавалерии маршала Бессиера, контратаковать наступающих русских. Блистательная атака французской кавалерии запомнилась солдатам Великой армии и была отражена в 58-м бюллетене. Это был дерзкий маневр, который редко увидишь. Он покрыл славой кавалерию и оказался весьма своевременным, учитывая то положение, в каком оказались наши колонны. Вражеская кавалерия, пожелавшая отразить нападение, была опрокинута. Началось настоящее побоище. Две линии русской пехоты были прорваны. Третьей удалось сопротивляться, лишь засев на пушки леса. В этом бою обе стороны понесли огромные потери. Корпус Ажеро и кавалерия Мюрата была настолько расстроены, что не могли принимать активного участия в дальнейших действиях Великой армии. Однако Наполеону удалось добиться того, что составляло его главную цель. Беникса перебросил с левого фланга значительную часть сил, облегчив тем самым наступление Даву в обход этого фланга. Пока в центре кипел ожесточенный бой, войскам маршала Даву удалось наконец вступить в деревню Сирполен, которая горела, подожженная перед отходом русских. Прямо перед собой маршал видел Креговские высоты, составлявшие ключ не только к левому флангу армии Бениксона, но и ко всей позиции русских. Высоты занимала 14-я пехотная дивизия генерал-майора Каменского. Третий армейский корпус до 15 часов безуспешно атаковал Креговские высоты и деревню Клейн-Саусгард. Около 15 часов на поле боя подошла дивизия 3-го армейского корпуса под командованием дивизионного генерала Гюдена, ранее не принимавшего участия в сражении. Подкрепленный этой дивизией корпус Даву наконец овладел деревней высоты. Постепенно русские войска были оттеснены за линию Ауклапен-Кушетан. В это время с правого фланга прибыли три конноартиллерийские роты. Составленная из них 36-ти орудийная батарея обстреляла и зажгла мызу Ауклапен. После этого русская пехота контратаковала и отбила этот населенный пункт. Около 17 часов к месту сражения подошел и корпус Лестака. Лихой атакой русские прусаки отбили у французов Кушетан. После этого части маршала Даву отошли к Лейн-Саусгартену и сражение начало затихать. Около 9 часов вечера затихла артиллерийская канонада. Итоги сражения под прессей Шейлау оказались для Наполеона весьма неутешительными. Он не только не смог, как рассчитывал, разгромить армию Бенниксона, но и понес огромные потери. Около 29 тысяч человек убитыми и ранеными. Русские войска потеряли около 26 тысяч. Начиная с Айлау, для Наполеона проходит пора молниеносных побед. Он добился своими успехами нежелательного для себя результата. Постепенно научил своих противников воевать. Айлау, для Наполеона проходит пора молниеносных побед. День 7 сентября 1812 года должен был стать исполнением мечты Наполеона о генеральном сражении с русской армией. Мечты, которые он лелеял с первых дней кампании. Путузов понимал, что его противник обрушит на русские корпуса яростные атаки. Чтобы помешать наступательному порыву великой армии, он избрал позицию на Бородинском поле, изрезанном множеством оврагов, руслами рек и ручьев, покрытым лесами и кустарниками. Эти местные препятствия должны были затруднить маневры Наполеона, вынудить его бросать свои полки в лобовые атаки, неся при этом большие потери. Правый фланг русской армии, прикрытый обрывистыми берегами реки Колочи, был практически недоступен атакам французов. Путузов расположил там два пехотных корпуса под общим командованием генерала от инфантерии Милорадовича, первый резервный кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Уварова и казаков атамана Платова. Центр занимал 6-й пехотный корпус генерала от инфантерии Дохтурва и 3-й кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Палин. Общее руководство войсками правого фланга и центра осуществлял командующий 1-й западной армии генерал от инфантерии Барклай-де-То. В резерве находился 5-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Лаврова и 1-я киросирская дивизия генерал-майора Бороздина 2-го, находившегося позади села Книсько. Левый фланг состоял из войск 2-й западной армии, который командовал генерал от кавалерии князь Багратион. 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Раевского и 4-й кавалерийский корпус генерал-майора Сиверса располагались от Курганной высоты до деревни Семеновска. На Курганной высоте, расположенной в центре боевых порядков русской армии, был построен редут, вооруженный 12-ю орудиями. За Семеновским оврагом, ближе к опушке Утицкого леса, были построены два люнета и флеш, составлявшие передовую линию обороны русских войск на левом фланге. На флешах было установлено 24 пушки. Укрепления защищались 2-й сводно-гренадерской дивизии генерал-майора Графа Воронцова. Позади флешей расположился 8-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Бороздина 1-го и 2-я кирасирская дивизия генерал-майора Дуки. 3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Тучкова 1-го защищал Старую Смоленскую дорогу в районе деревни Утицы и действовал как самостоятельная боевая группа. Общая численность регулярных русских войск на Бородинском поле составляла около 120 тысяч человек при 636 орудиях. Наполеон не спешил разворачивать Великую армию в боевые порядки. Весь день 6-го сентября он тщательно осматривал позиции русских, убедившись в том, что их правый фланг практически не приступил. Атаковать армию Кутузова он мог только в центре и на левом фланге. Император специально медлил с развердыванием своих дивизий. До последней минуты он хотел оставить русского полководца в неведении. Станет ли он атаковать или попытается обойти армию противника? Не зная о намерениях Наполеона, Кутузов вынужден был держать на своем правом фланге многочисленную группировку, вместо того, чтобы подкрепить частью сил армию Багратиона. Только в ночь с 6 на 7 сентября основные силы Великой армии начали марш к левому флангу русских. Когда рассеялся утренний туман, Багратион и его штабные офицеры увидели грозные массы французских дивизий, готовых начать атаку на флешек. Против князя Багратиона Наполеон выдвинул 1-й армейский корпус маршала Даву, 3-й армейский корпус маршала Нея, 8-й армейский корпус дивизионного генерала Жюно и 3 резервных кавалерийских корпуса под общим командованием маршала Нюрата. Именно здесь Наполеон решил прорвать оборону русских, нанеся решительный удар. 5-й армейский корпус дивизионного генерала Понятовского должен был обойти левый фланг русской армии по Старой Смоленской дороге. Наполеон не знал, что там поляков поджидает пехота Тучкова. Центр русской армии должен был атаковать 4-й армейский корпус вице-короля Италии Богорне. На своем левом фланге император Франции оставил ничтожное количество войск, уверенный в том, что оттуда ему ничего не угрожало. Всего на Бородинское поле император привел около 135 тысяч человек при 587 орудиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шесть часов утра. Войска маршала Даву атаковали флешки. Однако атаки отборной французской пехоты разбивались о яростное сопротивление гренадеров в Воронцов. Были ранены два дивизионных командира Даву, Кампан и Десе, а сам маршал Контужин. На помощь 1-му армейскому корпусу бросился неустрашимый Ней. Багратион ввел в бой свои резервы, гренадеров и керосин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восемь часов утра. Наполеон приказал Багарне атаковать Большой Редут, как называли в Великой Армии батареи, установленную на вершине Кургана. Восемь часов утра. Около 8.30. 14-я пехотная дивизия дивизионного генерала Брусье из 4-го армейского корпуса и 1-я и 3-я пехотные дивизии 1-го армейского корпуса на время сражения подчиненные Багарне начали с боем продвигаться через густой кустарник к подножию Курганной высоты, обстреливаемые русскими ягерями. В ходе ожесточенной рукопашной схватки в Большой Редут ворвался 30-й французский линейный полк под командованием бригадного генерала Бонами. Контратакой русских войск 12-й и 26-й пехотных дивизий, которую возглавил генерал-майор Ермолов, начальник штаба 1-й западной армии, 30-й полк был почти полностью уничтожен, а Бонами взят в плен. В самый разгар боя Петр Иванович Багратион был тяжело ранен, и командование принял на себя генерал от инфантерии Доктор Курган. Русские оставили флеши, заваленные трупом, и закрепились за Семеновским оврагом, открыв огонь по французам из орудий многочисленной резервной артиллерии. На помощь своему левому флангу Кутузов направил литовский, измайловский и финляндский генерал-майор. Продолжение следует... Около 12 часов на левый фланг русской армии французы начали новую атаку. Даву бросил на деревню Семеновскую 2-ю пехотную дивизию дивизионного генерала Фриана, до сих пор не принимавший участия в сражении. 1-й резервный кавалерийский корпус дивизионного генерала Нансути атаковал русскую гвардию, а 4-й резервный кавалерийский корпус дивизионного генерала Аллатур Мабура попытался прорвать оборону между деревней и Курганной высотой. После ожесточенного боя атаки французов были отбиты, только вольтежорам Фриану удалось закрепиться в развалинах Семеновской. В это же время казаки Платова и 1-й кавалерийский корпус Уварова атаковали левый фланг Великой армии. Обеспокоенный этой атакой Наполеон отказал своим маршалам в просьбе ввести в бой императорскую гвардию. Пока внимание противника было отвлечено действиями русской кавалерии, Утузов укрепил центр, переведя туда с правого фланга 4-й пехотный корпус Остерман-Толстой. Продолжение следует... Около 14 часов Наполеон отдал приказ о новом штурме Курганной высоты. 2-й резервный кавалерийский корпус дивизионного генерала Калинкура, сменившего на этом посту убитого Монбрен, Борвался на высоту и после кровопролитного боя захватил ее. В этом бою Калинкур погиб. Несмотря на этот успех, Наполеону так и не удалось прорвать фронт русской армии. Барклай-де-Толли отвел свои войска на 800 метров от Курганной высоты, перегруппировал их и сумел отразить последние атаки великая. Барклай-де-Толли отвел свои войска на 100 метров от Курганной высоты. Около 17 часов активные боевые действия превратились, сменившись артиллерийской канонадой, продолжавшейся до 20 часов. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К 16 октября 1813 года основные силы Наполеона были сконцентрированы у Лейпцига. В распоряжении императора находилось от 155 до 175 тысяч человек и 717 пушек. На него с разных сторон надвигались четыре союзные армии общей численностью в 306 тысяч человек при 1385 орудиях. Казалось, что сражаться с противником при таком неравенстве в силах значит обрекать себя на поражение. Однако Наполеон прекрасно помнил, как в прежние годы он громил своих многочисленных противников по частям, не давая им времени соединиться. Он надеялся, что под Лейпцигом судьба вновь будет благосклонна к его излюбленной стратегии. К 16 октября на поле битвы под Лейпцигом пришла только одна из четырех союзных армий – Богемская армия Шварценберга – 134 тысячи австрийцев, русских и пруссаков. При Богемской армии находились и три монарха, руководивших антинаполеоновской коалицией – Александр I, Франц II, Фридрих Вильгельм III. Командование Богемской армии рассчитывало продержаться до подхода вот-вот ожидавшейся Селесской армии Блюхера – 60 тысяч русских и пруссаков. Две оставшихся армии – Северная Бернадотта – 58 тысяч русских, пруссаков и шведов, и польская Бениксена – 54 тысячи русских и пруссаков, должны были закончить свой марш к Лейпцигу 17 октября. У Наполеона даже суток не оставалось в запасе, но великий полководец не терял надежды на успех. Он решил обрушить удар основных сил на позиции Богемской армии и разгромить ее до подхода остальных союзных армий. В Ставке союзных монархов также было принято решение о наступлении на Лейпциг с юга, не дожидаясь подхода остальных сил. Основной удар должна была нанести 84-тысячная группировка Барклая-де-Толли. Основные силы Богемской армии были развернуты на линии Университетский лес Креберн. Корпус австрийского генерала Мерфельда был направлен в междуречи рек Плесси и Эллистера в направлении Коновица с задачей охвата армии Наполеона с юга. На Линденау должен был наступать корпус Гелулая, 19 тысяч человек. Резервы Богемской армии располагались возле Магдеборна. В это же время к Лейпцигу приближалась Селесская армия. Свои основные силы, около 120 тысяч человек, Наполеон расположил на фронте Либертволькольвиц Вахау Коновиц, Маршал Ней с пехотными корпусами Сугама и Мормона и кавалерийским корпусом Ариги, около 50 тысяч человек, был направлен на защиту Лейпцига с севера против армии Блюхера и Бернадотта. Корпус Бертрана, 10 тысяч человек, должен был защищать Линденау. Линдена, 10 тысяч человек, должен был защищать Линденау. И они пошли в атаку. Особенно ожесточенный бой разгорелся за деревню Вахау. Французам удалось ее удержать за собой. Наполеон посчитал, что наступил решающий момент сражения. Около 15 часов дивизионный генерал Друо обрушил на центр союзников огонь 160 пушек. Вслед за этим шквалом огня маршал Мюрат повел в бой два кавалерийских корпуса, около 10 тысяч сабель. Центр союзников был прорван. Кирасиры Мюрата, растоптавшие ренги союзной пехоты у деревни Госа, мчались к холму около Мейсдорфа, на вершине которого находились союзные монархи со своим штабом. Александр I сориентировался мгновенно. Повинуясь его приказу, на закрытие бреши ринулась стопушечная батарея генерала Сухозанета, кавалерия генерала Палин, гренадеры Раевского. Блестящая атака Мюрата была отбита. Было около пяти часов вечера. Наполеон еще не считал дело проигранным. Он рассчитывал повторить атаку на центр богемской армии, бросив в огонь полки императорской гвардии. Однако в это время австрийский корпус генерала Мерфельда атаковал правый фланг французской армии, который защищал корпус маршала Понятовского. Пришлось направить маршалу подкрепление. Австрийцы были разбиты. Мерфельд попал в плен, но время для новой атаки центра союзников было безвозвратно упущено. 17 октября между армиями шла вялая перестрелка. У Наполеона уже не хватало сил для нового рывка, а Александр I и его царственные соратники с радостью встречали уставшие от маршей колонны Северной и Польской армии. В этот день на поле битвы под Лейпцигом наконец собралась вся союзная армия. Наполеон, оценив ситуацию, направил взятого в плен накануне генерала Мерфельда к австрийскому императору Францу I с предложением заключить мир. Однако напрасно, ожидая ответа на свои предложения, он только потерял время, когда можно было отступить без больших потерь. Монархи не собирались вести переговоры с Наполеоном. 18 октября армии союзников упорно атаковали позиции французов. Французская армия занимала оборону на линии Коневиц-Нейч, Фаффендорф-Линденау, всего около 150 тысяч человек и 630 орудий. Союзники вновь решили нанести главный удар с юга. Богемская армия, подкрепленная войсками Беннексена, начала наступление тремя колоннами в направлении Цвейнаундорф, Пробсгейда, Коневиц. Северная армия наступала на фронте Шенфельд-Паунсдорф. Селесская армия атаковала французские позиции под Лейпцигом с севера. Особенно ожесточенный бой вели войска Барклая-де-Толли за овладение укрепленным селением Пробсгейда. Почти все атаки в первой половине дня были отражены. Но в 14 часов северная армия Бернадотта нанесла удар по корпусу дивизионного генерала Ренье. Часть корпуса, состоящая из саксонцев, перешла на сторону союзников. Бернадотт занял Паунсдорф, корпус Лонжерона занял Шенфельд. Одновременно северной армией в бой вновь ринулись Селесская, Резервная и Богемская армии. В результате войска Наполеона были оттеснены городским стенам Лейпцига. У императора не оставалось другого выхода, кроме как начать отступление. В ночь с 18 на 19 октября Наполеон начал выводить свои войска из Лейпцига и переправлять их через Эльстер. Однако осуществить планомерное отступление императору не удалось. Союзные войска продвались в город и устремились к единственному каменному мосту через Эльстер. Увидев мундиры русских солдат, саперы взорвали мост. Около 30 тысяч французов под командованием маршалов Макдональда и Понятовского оказались отрезанными от главных сил Наполеона. Многие пытались переправиться в Плафь. Макдональду это удалось, а Понятовский погиб. В кровопролитном сражении под Лейпцигом, получившем название «Битвы народов», французы потеряли около 65 тысяч человек, а союзники – около 54 тысяч. Могущество корсиканского разбойника на Лейпцигских полях было окончательно подорвано. Он не знал отныне, где взять те сотни тысяч солдат, чтобы защитить свою прекрасную Францию от грозного нашествия союзных арт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok